Сегодня темой нашего обсуждения станет образование. Меня зовут Мария Тарасова, я работаю в Сибирском федеральном университете, где руковожу дополнительной образовательной программой Honors College для студентов с высокими учебными результатами. В начале дискуссии я хочу задать вам вопрос. Довольны ли вы своим образованием? Если вы готовы ответить «да», то поднимите руки. На самом деле вопрос достаточно сложный, потому что он взывает к рефлексии об образовательных результатах. А их вообще оценить довольно сложно, потому что очень часто они удалены во времени. Что значит быть довольным своим образованием? Скорее надо ответить сначала на этот вопрос, прежде чем положительно или отрицательно ответить на тот стартовый вопрос. Образование — это такая игра на время. И дело не только в том, что на учебные задания дается определенный временной интервал, или сам образовательный цикл длится определенное количество месяцев или лет. Дело в том, что образование превращается в такое ожидание будущего. И в этой ситуации очень часто забывает о настоящем. Я занимаюсь изучением и проектированием образовательных процессов. И могу с уверенностью сказать, что сегодня высшее образование не может ограничиваться подготовкой к работе по специальности. Образование приносит удовлетворение как раз тогда, когда оно представляет собой процесс развития, качественного изменения, личностного становления. И изменения происходят прежде всего внутри учащегося, внутри человека. Считается, что задача школы — это научить учиться. Тогда задача университета — это на самом деле научиться разучиваться, переучиваться и вообще обрести свободу образовательного поиска и профессионального, и личностного образовательного поиска. И вот тут мы выходим на такую проблему, как связь этого образовательного настоящего и профессионального будущего. И очень часто вот этот успех образования определяется как раз профессиональным успешным становлением в дальнейшем. Вот сегодня, когда страны решают вопросы глобальной конкуренции, то одним из ключевых измерений этой глобальной конкуренции является качество человеческого капитала. И вот образование это как раз способно воздействовать именно на это измерение, влиять на показатели по изменению количества и качества человеческого капитала. Итак, тут возникает, с одной стороны, большая возможность у образования влиять на качество человеческого капитала, но есть один нюанс. Потому что образование прежде всего работает с человеческим потенциалом, который оно может, этот потенциал может трансформировать в человеческий капитал. И если мы приходим к такому выводу, что да, образование управляет человеческим потенциалом и способствует его реализации, как в масштабах одной личности, так и всего человечества. Дальше мы понимаем, что потенциал может быть реализован минимально или максимально. И в связи с этим возникает вопрос, что образование может сделать для максимальной реализации человеческого потенциала. И вот тут я бы хотела обратиться к понятию форсайт, которое вывело в название сегодняшней лекции. Что такое форсайт? Это предвидение, прогноз развития. И обратите внимание на принципы форсайта. Они во многом инновационны и нетрадиционны для векового развития образовательной системы. Потому что технология форсайта утверждает, что будущее можно создать и что оно не зависит от прошлого. Оно не проистекает из прошлого, а зависит от решения участников, которые занимаются форсайтом. И будущее вариативно. И в этом смысле дальше возникает вопрос, почему высшее образование — это форсайт. Образование — это создание образа будущего. А вот как это происходит? Безусловно, образование прежде всего формирует субъекта, который может стать изобретателем мира будущего. И поэтому главная цель образования, на мой взгляд, это создать пространство для развития творческой личности, готовой к конструктивному взаимодействию с миром. способствовать развитию такого человека, который будет чувствовать себя конструктором неведомого, готовым и достаточно внутренне свободным для созидания того, чего еще нет, но что может быть. Потому что здесь, на самом деле, мы сталкиваемся с таким парадоксом, что образование работает на будущее, закладывает основы изменений в обществе, но в то же время от этого общества зависит. И, с одной стороны, оно влияет на трансформацию, а, с другой стороны, образование проектируется теми, кто приходит из определенных социальных идеалов, сложившихся ранее. И дальше мы понимаем, почему этот процесс изменения идет так медленно. Потому что образование, с одной стороны, это механизм колоссального развития, а, с другой стороны, оно может и тормозить это социальное и культурное движение. И поэтому в образовании, вот я считаю, сегодня просто необходимо использовать технологии форсайта. Сейчас я хочу показать вам определенные тенденции, которые существуют в современном рынке труда. Перед вами так называемая кривая аутера. Она была выведена американским экономистом Дэвидом Аутером, и она показывает изменения занятости в отраслях промышленности с 80-х по 2000-е годы, в зависимости от квалификации работников. Вот вы можете посмотреть на этот график, и я хочу обратить ваше внимание на главный вывод, который следует из этого анализа. График показывает, что преимущество человека перед машинами. То есть люди теряют работу в связи с автоматизацией целых отраслей. И теряют работу среднеквалифицированные специалисты. Достаточно высокооплачиваемая работа у них, и тем не менее их работу очень легко выполняют машины. Потому что сами компьютерные программы совершенствуются, потому что мы живем в мире, где реальным конкурентом за рабочие места становятся определенные системы, компьютерные системы, нежели человек. Так вот, преимущество человека состоит в его творческом потенциале. И в решении творческих задач. И задача человека дальше состоит в том, чтобы развивать в себе творческие способности, которые позволят ему стать созидателем мира. В связи с вот этими процессами целый ряд специальностей сегодня находятся в состоянии устаревания. Вот все эти профессии, здесь мы видим прогноз в отношении устаревающих рабочих профессий, все эти профессии исчезают под влиянием автоматизации и развития технологий. А здесь мы видим, что устаревают также и традиционные интеллектуальные профессии. Среди них мы видим такие вообще распространенные и общественно значимые, как и библиотека, и журналист, и лектор, и испытатель. Что происходит? Почему человек в этих ролях может быть неэффективен? И в каком случае эти профессии могут сохраняться? Вот, например, лектор. Сегодня в образовании совершенно теряет статус фигура человека, пересказывающего известный материал или материал, который можно найти самостоятельно. В каком случае профессия учителя никогда не устареет? В том аспекте, когда человек готов сообщить определенный оригинальный взгляд. Он имеет позицию, свою собственную позицию на набор фактов, событий, ситуаций. Он понимает определенные тенденции в исследовании. Вот я, например, искусствовед. И мне, например, неинтересно читать лекции по истории искусства, которые состоят только из определенных фактов времени создания произведения искусства, особенностей биографического развития или исторического развития того или иного периода. Но как искусство взаимодействует с человеком, как оно развивает его визуальное мышление, как искусство может стать инструментом развития, об этом очень интересно говорить, и эти возможности искусства очень интересно показывать. И об этом человек, я думаю, будет только узнавать все больше и больше. Или, например, в сфере журналистики. Опять же, авторская журналистика — это единственное, что сохранится в таком человеческом обличии. Все остальное прекрасно делают тексты, пишут прекрасно сегодня уже компьютерные программы. Итак, вот сейчас на экране вы видите атлас новых профессий. То есть есть профессии, которые исчезают, но есть профессии, которые возникают. И здесь мы с вами видим как раз разные области деятельности человека, в которых появляются разные новые профессии. Согласно атласу, этот атлас был составлен школой управления Сколково. И если приблизиться к разным отраслям, то мы увидим, какие направления появления новых специальностей здесь можно зафиксировать. Вот давайте взглянем и, допустим, на IT-сектор. И здесь мы видим такие удивительные совершенно профессии как дизайнер виртуальных миров, как архитектор виртуальности и дизайнер интерфейсов, архитектор информационных систем. Безусловно, сами названия даже этих специальностей оригинальны. И здесь мы видим такой большой спрос на колоссальное творческое мышление при разработке совершенно новых технологий и создании действительно того мира, образ которого находится еще в стадии становления. Вот здесь вы можете видеть, как в индустрии сервисов, как в добыче полезных ископаемых, в водном транспорте, какие профессии обозначены вот в этом прогнозе, который вошел и стал материалом этого атласа. И вот постоянно возникает такой вопрос, связанный с конструированием. То есть человек-изобретатель, прежде всего, востребован. Вот, например, в этом атласе указано, где в Красноярске можно получить сегодня некоторые навыки, которые позволят тебе войти в ряд этих перспективных профессионалов будущего. Но меня больше интересует вопрос, что объединяет, какие способности объединяют вот эти новые профессии. Что мы там наблюдаем? Что отличает специалистов, владеющих профессиями будущего? Прежде всего, как я уже сказала, это креативность, высокоразвитое творческое начало специалистам. А во-вторых, это владение надпрофессиональными компетенциями. Очень много этих специальностей находится на стыке разных направлений. С одной стороны, это архитектура, с другой стороны, это транспорт, например, проектировщик умных дорог или строитель виртуальных миров. Вот это конструирование, с одной стороны, то есть оно предполагает пространственное видение, а с другой стороны, ты должен очень хорошо владеть технологиями. И здесь возникает вот какая еще очень важная тема. Вот если мы войдем внутрь этих востребованных надпрофессиональных навыков и умений, то тут мы увидим вот какой интересный момент. То есть этот стремительно меняющийся мир, тем не менее, к образованию предъявляет спрос на неизменные умения и навыки, на то, что сохраняется. И только овладевая навыками, которые позволяют работать в разных сферах, которые позволяют переходить границы профессий, только в этом случае может конкурентоспособным быть специалист сегодня. И вот посмотрите, какие эти надпрофессиональные навыки и умения, которые востребованы в профессиях будущего. Это системное мышление. Например, узкоспециальное инженерное мышление устаревает очень быстро. Рациональное мышление, оно более долговечно. Системное мышление позволяет тому же инженеру работать в сферах того самого неведомого и конструировать еще то, чего нет. Управление проектами. Дальше это коммуникативность, направленность на эффективную коммуникацию, на взаимодействие с другими. Также очень важный момент в связи с вот этой проектировочной задачей, которая стоит перед многими специалистами, это способность к художественному творчеству. Способность к художественному творчеству, вы видите, закладывается здесь как положение базовых надпрофессиональных навыков, которые входят в разные профессии. И в связи с этим возникает тема обучения soft skills. Наиболее актуальные компетенции 21 века имеют вот такое англоязычное название. Soft skills – это социогуманитарные навыки, которые междисциплинарны, которые надпредметны и которые как раз и позволяют эффективно действовать практически в любой профессиональной ситуации. Это по данным Мирового экономического форума, если вы знаете, он проводится в Давосе, на 2020 год вот такой прогноз в отношении наиболее актуальных soft skills по мере их значимости. То есть самое актуальное – это решение комплексных проблем. На втором месте идет критическое мышление. Что такое критическое мышление? Это способность видеть другую точку зрения, выходить из своей точки зрения, критически рассматривать. Это значит анализировать, это значит сомневаться, это значит вырабатывать свою позицию во взаимодействии с другим. Дальше вот очень большое значение имеет координация с другими. Это способность и донести свою идею до другого, и услышать другого, и собрать команду, и работать вместе. Очень много усилий, как вы видите, для воплощения вот этого идеального образа мира будущего связаны с кооперацией, с вложением усилий разных специалистов, разных профилей. И это способность, соответственно, к ведению переговоров, и когнитивная гибкость, и способность принимать решения. Согласитесь, все эти навыки, они работают в любой специальности. И я вот показывала, где, например, в Красноярске можно получить какие-либо профессии будущего, и где можно получить образование, в котором делается акцент на развитие soft skills. В частности, в Сибирском федеральном университете есть образовательная программа Honors College для студентов с высокими учебными результатами, где как раз личностное развитие и становление компетенцией 21 века – это главный приоритет. И вот индивидуальный подход и активизация субъектности для развития вот этого качества в человеке – верить в себя как строителя собственного мира и мира вокруг. Вот в этом, я считаю, главная задача высшего образования. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Спасибо, Мария, большое за такую уникальную интересную лекцию. И мой вопрос следующий. Вы делали вначале акцент на то, что именно креативность отличает машину от человека. По вашему мнению, только ли способность к творчеству отличает человека и, скажем, робота? Проблема-то немножко по-другому, я думаю, стоит. Роботы создаются человеком, поэтому все равно невозможно превзойти человека в изобретательских способностях, потому что все машины создаются человеком. И здесь речь идет, конечно, о намерении творческого акта, о целях, которые ставятся перед творческим актом. И вот здесь эти задачи, безусловно, более масштабно способен видеть человек. Здравствуйте, Мария Владимировна, было очень интересно, большое спасибо. Вопрос по Honor's College. Я являюсь студенткой Honor's College, а сама пришла этот невероятно интересный и полезный путь. И я знаю, что Honor's College работает с студентами с высокими академическими результатами. Соответственно, там у нас учатся только одаренные студенты, которые в своей сфере очень достаточно профессионально уже развиты и понимают, куда они движутся. Насколько возможно в дальнейшем, давайте попрогнозируем немножко, внедрение Honor's College в обычную образовательную программу, например, Сибирского федерального университета, или эта концепция совершенно не подходит Honor's College, и все-таки это будут студенты, отличники с действительно уже задатками к развитому, критическому, креативному и так далее мышлению. Большое спасибо за вопрос. Действительно, об этом постоянно ведутся разговоры не только в Сибирском федеральном университете, но и во всей системе Honor's образования. Это критерии набора на программу Honor's College. Только ли это высокий балл за учебу. И здесь, с одной стороны, ответ в пользу набора студентов с высокими учебными результатами. Нужна комбинация высокоразвитых hard skills и на этой базе развитие soft skills. Потому что если нет высокоразвитой компетенции в области основной специальности, то сами по себе soft skills – это прекрасно, но они должны быть в союзе с профессиональными навыками hard skills. И поэтому вот здесь этот и высокий интеллектуальный уровень, и определенно высокие профессиональные задатки, и развитие в области hard skills должно идти вместе с развитием в области soft skills. Здравствуйте. Мой вопрос следующий. Студенты могут развить свои soft skills в Honor's College. А как следует поступить специалистам, которые уже имеют опыт работы и желают оставаться, быть востребованными в будущем? Как они могут развить свои soft skills? Большое спасибо. Вот в самом начале своей лекции я использовала такое выражение, что образование – это игра на время. Вот сегодня, то есть раньше, например, это была игра, может быть, на 10-15 лет. 10 лет школы, допустим, 5 лет университета. И на этом эта игра заканчивалась. Сегодня, вот дальше, следующий вывод и следующий тезис, который выходит из первого. Образование – это игра на время, и это время – твоя жизнь. То есть сегодня вот эта тема того, что образование – это процесс длиной в жизни, оно становится настолько нормальной и легко воспринимаемым современными представителями и достаточно высокопрофессионального бизнес-сообщества, что вот эта миссия высшего образования – переучиваться, разучиваться и переучиваться, и приобретать актуальные компетенции. А она становится сегодня очень распространенной, эта тенденция, и есть целый ряд бизнес-школ и школ управления и таких образовательных пространств, где как раз люди, уже имеющие высшее образование, люди, имеющие прекрасную вообще-то работу, тем не менее чувствуют вот этот образовательный ресурс для роста и обращаются туда именно для саморазвития. Поэтому вот сегодня образование – это достаточно такая гибкая система, открытая практически всем, кто чувствует в себе потребность меняться, потому что образование – это прежде всего история изменений. АПЛОДИСМЕНТЫ